Ладно, тогда у нас сегодня докладчик Дмитрий Тимошов. Спасибо большое. Спасибо. Значит, спасибо организаторам, Игорю, Жене, Евгению, еще одному Жене, за приглашение выступить на этом семинале. Ну, о чем пойдет речь, собственно, название вы видите, о чем пойдет речь, я надеюсь, станет ясно в процессе моего рассказа. А начну я для разминки с классической задачи линейной алгебры, которую вот сейчас мы линейную алгебру преподаем в весеннем семействе на Эхмате. Вот студенты уже знают, наверное, первого года. Классификация квадратичных форм над полями действительных и комплексных чисел. Я для простоты, вернее, даже не для простоты, а для удобства использования по ходу доклада буду рассматривать только невыраженная квадратичная форма, хотя это совершенно не важно, не только для самой задачи, как вы понимаете, этой конкретной, но на самом деле и для моего дальнейшего доклада в случае вырожденных там фиксированного ранга тоже под это дело подходит. Так вот, как мы все знаем, над полем комплексных чисел есть только один класс эквивалентности невыраженных квадратичных форм от нескольких переменных. Любая из них может быть линейным преобразованием, линейной заменой переменных превращена в стандартную нормальную форму, сумма квадратов координат. На поле вещественных чисел ситуация более тонкая, там есть индекс инерции. Классом эквивалентности будет n плюс 1, и они различаются тем, сколько квадратов с плюсом в канонической форме, в нормальной форме, сколько квадратов с минусом. Это на самом деле не черта этой конкретной задачи, это общее явление. Когда мы пытаемся классифицировать те или иные объекты алгебры или геометрии, ну вот такие как квадратичные формы или, допустим, алгебры или заданные размерности, которые задаются своими структурными тензорами, или, скажем, конфигурации наборов подпространств фиксированных размерностей в векторном пространстве, тоже данной размерности. Объекты, которые определены над тем или иным полем. Ну, что бы это ни значило. Часто бывает так, что количество классов эквивалентности над исходным полем больше, чем над его алгеброгическим замыканием. Это типичная ситуация. Еще одно замечание, важное для дальнейшего моего рассказа, это то, что эквивалентность объектов в подобной задаче классификации часто задается действием алгеброгической группы. Так что классы эквивалентности – это орбиты этого действия. Вот. Ну, а теперь, имея все это в виду, я могу сформулировать задачу классификации, тип задач классификации, который я буду рассматривать, более строго. Значит, ситуация, общая ситуация такая. У нас имеется однородное пространство некоторой алгеброгической группы, алгеброгическое многообразие однородное, под действием некоторой алгеброгической группы, линейной, g, которое определено над неким базовым полем k. Значит, x0 – это опорная точка, базовая точка этого однородного пространства, h – это ее стабилизатор. Вот. Значит, что значит определена над k? Ну, это вполне для моего доклада достаточно наивного понимания. Это означает, что многообразие x, афинное или квазиафинное, квазипроективное многообразие, задано как подмножество в проективном или в афинном пространстве с помощью системы полиномиальных уравнений и или неравенств на координаты. В проективном случае это однородные координаты, а в афинном – это афинные координаты. И точно так же группа g, которая на нем действует, это группа, которая задана как подгруппа полной матричной группы полиномиальными уравнениями на матричные элементы. Значит, и то, что однородное многообразие, вот это x, определено над полем k, означает, что вот все эти определяющие уравнения, неравенства, а также формулы, задающие действия, имеют коэффициенты из исходного поля. Конечно, это определение зависит от вложений, зависит от выбора координат, но можно дать бескоординатное определение, я не хочу его сейчас давать, но кто знает, тот знает, а для понимания оно ничего нового не добавит. А в том, что n большой, n маленькая, разное, в этом есть что-то существенное? Конечно, скорее непонятно, с чего бы им было быть одинаковыми. g – это любая матричная группа, как она вложена в группу матриц, ну, разными способами может быть вложена. И точно так же x, то есть эти n и n большой, они никак не связаны. g – Ну, заменить ее на образ вложения мы не хотим. g – Ну, не хочу. g – Ну, ладно, хорошо. g – Ну, ладно, хорошо. g – Да, не хочу, да, это совершенно не нужно. Хотя, наверное, можно, но это вопрос, да, продолжаемости этого действия на объемлющее пространство, в общем, мне это все ничего. g – А, ну да, действительно, ладно, спасибо. g – Вот, значит, так вот, при таком определении, понимаем мы его наивными, там, более научно с помощью схем, как угодно, корректно определено, что такое множество точек данного многообразия над большим полем, над полем k большое. g – Мы просто берем эту систему уравнений и неравенств и рассматриваем ее решение, но не над исходным полем, а над каким-то расширением. Что означает, что многообразие однородно? На самом деле это в точности означает, что если мы возьмем точки многообразия x и действующие на нем группы g над алгебраическим замыканием, то это действие будет транзитивным. Но это, по сути, теорема Гильберта о нулях. Что значит однородное многообразие? Это значит, что в нем нет собственных же инвариантов под многообразие. Ну, а по теореме Гильберта о нулях это более-менее означает, что в этих многообразиях должны быть какие-то точки над этим алгебраическим замыканием. То есть это более-менее означает, что в множестве k с чертой точек нет каких-то орбит, кроме единственной открытой орбиты. Так что это более-менее теорема о нулях. Однако, если мы переходим к незамплитному полю, к исходному, то вполне может случиться, что группа k точек действует на множестве k точек многообразия x однородного уже с несколькими орбитами. И даже вообще говоря, может быть, бесконечно много орбит. Это зависит, на самом деле, от поля k. В ситуации, которую я буду рассматривать, дальше орбит всегда конечное число. И, собственно, проблема, которая тут возникает, это классифицировать эти орбиты. То есть еще раз, у нас есть однородное многообразие. Это значит, что над алгебраическим замыканием действие транзитивно, а вот над исходным полем незамплитным действие нетранзитивно, и задача описать орбиту. И вот о чем я, собственно, рассказываю, это наш некий совместный проект со Стефани Кипит-Футу из Бохума. Мы пытаемся эту проблему решать, но, естественно, не в такой полной обществе. Это, видимо, задача совершенно бессмысленная и дикая, а при некоторых ограничениях, которые мы полагаем разуменны. Во-первых, естественно, считать, что k-точки существуют на этом однородном многообразии x. Иначе нам просто нечего классифицировать. И тогда можно считать, естественно, что базовая точка, если нам ее зачем-то понадобилось выбрать, тоже определена над полем k. И тогда ее и стабилизатор этой точки тоже будет под группой в группе g, определенной над полем k, естественно. Второе ограничение более существенное. Я предполагаю, что g – это связанная редуктивная алгебраическая группа, а x – это сферическое многообразие, сферическое однородное многообразие. Ну, может быть, здесь не все знают или помнят, что это такое, поэтому я напомню определение. Алгебраическая многообразие x, на котором действует связанная редуктивная группа g, называется сферическим. Если баррелевская подгруппа, ну, любая, они все сопряжены, поэтому неважно какая, имеет на этом многообразие открытую плотную орбиту. Ну, в частности, x неприводима. Раз плотная, значит, x неприводима. Вот тот пример, с которого я начал, про квадратичные формы, на самом деле прекрасным образом укладывается в эту ситуацию. Если мы рассмотрим многообразие невыраженных квадратичных форм, ну, это просто открытое подгонжество в афинном пространстве всех квадратичных форм, на нем действует группа GLN, и в качестве баррелевской мы можем взять верхнепреугольные матрицы. А если мы возьмем в качестве базовой точки, реперной точки этого однородного многообразия квадратичную форму Q0, вот одну из тех, которая была на первом слайде, нормальные формы над вещественным полем, P квадратов с плюсом, P квадратов с минусом, N минус P квадратов с минусом, то ее стабилизатор, это, значит, псевдоортогональная группа OPN минус P. И несложно показать, что баррелевская орбита этой квадратичной формы плотна, открыта и плотна вот в этом многообразии X. Чуть позже я про эту орбиту поговорю более подробно и легко описать в явном виде, что это за квадратичные формы, которые лежат в открытой баррелевской орбите, но сейчас мне это не понадобится. Ну и последнее ограничение. Пока что на данный момент мы ограничиваемся в качестве поля определения, у нас выступает поле действительных числов. Мы надеемся, что дальнейшая работа позволит нам это ограничение убрать до некоторой степени, но вряд ли мы будем выходить за пределы нулевой характеристики по некоторым причинам, в том числе по причинам методов, которые мы используем, но посмотрим. В общем, пока действительное поле. Это как бы в каком-то смысле самый простой случай, потому что оно ближе всего к своему алгебрагическому замыканию, ближе настолько, насколько возможно. Абсолютная группа голова, самая маленькая из непривиальных. Порядка два. Так что, естественно, с этого начать, но не говоря уже о том, что это сам по себе довольно интересный случай, у меня там много приложений. Так что поле действительное у нас, поле определения. Вот. И вот на данный момент у нас более-менее сделано два случая. Первый случай – это когда обнородный многообразник симметрического пространства. Симметрическое пространство – это значит подгруппа, стабилизатор, стабилизатор точки. С точностью до компонент связности есть группа неподвижных точек некоторого инвалютивного автоморфизма группы G. Симметрическая подгруппа, так называемая. Ну, можно сказать, что это комплексификация римменного симметрического пространства в классическом смысле. В смысле там или картана. Вот. Это значит первый случай. Тут как бы, ну, он сделан, можно сказать, полностью. Что касается второго случая, это случай, когда группа G, действующая группа G, расщепима над полем действительных чисел. Ну, это означает, напомню, что существует максимальный тор, T большое, определенный над полем действительных чисел, у которого группа вещественных точек является произведением нескольких копий мультиапликативной группы, мультиапликативной группы поля действительных чисел, так называемый расщепимый тор. То есть должен существовать расщепимый максимальный тор. Вот. Тут у нас результаты чуть менее удовлетворительные. То есть там есть некоторые неприятные ограничения, которые скорее носят технический характер. Мы надеемся их преодолеть, но пока не преодолели толком. Вот. И тот пример, который я начал рассматривать, квадратичная форма, он на самом деле попадает в оба случая. Он у меня будет таким иллюстративным на протяжении всего доклада. Вот. В этом случае действующая группа – это GLN, подгруппа – это псевдоотогональная группа. И она является группой неподвижных точек инвалютивного автоморфизма, которые есть взятие обратного к сопряженной матрице по отношению к квадратичной форме, которую стабилизирует эта псевдоотогональная группа. Ну, то есть вот я написал тут явную формулу. Надо взять обычную обратную к сопряженной, к транспонированной. Это сопряжение, транспонирование и сопряжение относительно стандартной квадратичной формы, все квадраты с плюсом, плюс еще сопряженная матрица квадратичной формы. Это явная формула для этой эволюции тета. Так что это симметрическое пространство, пространство невыроженных квадратичных форм. Вот, кстати, почему невырожненных? Потому что если брать вырожденные квадратичные формы фиксированного ранга, они тоже образуют однородное пространство, но оно тоже будет сферическим, но оно не будет симметрическим. Хотя до некоторой степени к симметрическому оно сводится с помощью параболической индукции. Но я хочу, чтобы симметрический случай, чтобы мой пример обслуживал симметрический случай, поэтому я ограничился невыроженными квадратичными формами. А с другой стороны, группа GLN со своей стандартной вещественной структурой, она расщепима, расщепимый максимальный тор. Это обычный тор, диагональный стандартный тор. Так что под вторую ситуацию этот пример тоже подходит. И давайте я сейчас сформулирую расплывчато несколько в общих чертах основной результат. Вот на предыдущем слайде, вот G, это алгебраическая группа, определенная над полем действительных чисел. У нее можно рассматривать как вещественные точки, так и комплексные. Если мы рассматриваем как бы вот, ну как говорят, с геометрической точки зрения, как алгебраическое многообразие, правильнее брать точки над алгебраическим замкнутым полем, то есть рассматривать комплексные точки. И G, и H, и X, всего, что здесь есть. А можно брать вещественный локус, множество вещественных точек. Ну тогда надо брать, соответственно, вещественные матрицы, квадратичные формы с вещественными коэффициентами и так далее. Вот. Так что это зависит как бы от части, может, от терминологии зависит. Ну просто вот в пункте 2, вот там вы как бы явно рассматриваете G над алгебраический замкнутым. Я говорю, что G – это алгебраическая группа, но расщепимость означает, что там есть максимальный тор, у которого группа вещественных точек, она вот такая. Ну да, я про это, да. Ну хорошо, ладно, я понял. Ну да. Но можно рассматривать и комплексные точки. Для комплексных точек там всегда группа комплексных точек любого алгебраического точек, тора есть произведение мультипликативной группы поля С, там сколько-то раз, да. А если вы берете вещественную структуру на алгебраическом торе, там бывают разные варианты. Вот, например, есть анизотропные торы, да. Когда у вас, значит, вещественная подгруппа – это компактный тор. То есть вместо, в поле С, точнее, в С без нуля, вы берете вместо R без нуля, берете единичную отружесть. Да, да. И вот это вот анизотропные случаи. А есть еще там смешанный случай. В общем, как бы, я сейчас, наверное, не буду в это углубляться, хотя это не так уж сложно. Для моего доклада это не нужно. На торах есть разные вещественные структуры. И в данном случае я предполагаю, что вещественная структура вот именно расщепима. Хорошо, ладно, спасибо. Дима, я прошу прощения, а какой простейший пример, когда группа нерасщепимая, то есть что нет такого тора? Нет, ну это вопрос скорее не про группу G, а про вещественную структуру на группе G. Давайте, Женя, я, может быть, чуть позже отвечу на ваш вопрос, потому что это как раз будет удобно в некоторый момент пояснить. Да, конечно. Вот, я его запомнил. Хорошо. Хорошо. Значит, так вот, основной результат, который звучит так более-менее одинаково в обоих случаях, выглядит следующим образом. При некоторых условиях на мое однородное сферическое многообразие X, условия, я надеюсь, поясним позже, множество орбит, которые нас интересуют, то есть орбит вещественной группы G от R на множество вещественных точек X от R, находится в взаимно однозначном соответствии с некоторым другим множеством орбит. И вот что написано в правой части, я тут поясню обозначение, что есть что. Значит, T, который здесь фигурирует, это максимальный расщепимый тор в группе G. Не надо путать с расщепимым максимальным тором, потому что если группа G нерасщепима сама, то расщепимого максимального тора в ней нет. Но есть максимальный из-под торов по включению, который расщепим. Но он может быть тривиален, кстати говоря. То есть состоит из единичного элемента. Это вот как раз анизотропный случай. Группа называется анизотропный, если в ней нет расщепимых под тор. Такое тоже вполне возможно. Вот, значит, T это максимальный расщепимый под тор. Z это некоторая орбита этого тора в однородном многообразии X, который я в дальнейшем буду называть слайсом. Хотя, видимо, правильно, если уж мы по-русски говорим, наверное, надо срезом называть. Но как-то это, по-моему, даже по-русски устоялось уже. Все говорят слайс. Вот, я поясню дальше, как этот слайс определяется. А WX, вот то, почему мы здесь факторизуем, это некоторая конечная группа. Она называется подгруппой в группе Вейли этого тора T. Она называется малой группой Вейли однородного многообразия X. Что это такое, я тоже чуть позже скажу. Но это некая, если говорить в общих чертах, это некая кристаллографическая группа, линейная, порожденная отражениями, которая сохраняет, ну, она действует на решетке характеров тора T, раз она является подгруппой группы Вейли, но она сохраняет решетку характеров вот этого Z. Z является орбитой тора T, но поскольку T Абелев, то на Z есть структура группы тоже. Это тоже тор, фактор тора T. И у него есть своя решетка характеров, которая вложена в решетку характеров большого тора. Вот эта малая группа Вейли ее сохраняет, ну, и действует там как кристаллографическая группа линейных преобразований. Вот. И поскольку она вот так вот устроена, то есть она действует, она сохраняет решетку характеров большого тора вот этого T, она сохраняет решетку характеров Z под решетку, да, она действует и там, и там. Это действие там согласовано с вещественной структурой. Тогда получается, что эта малая группа Вейли неким там очевидным образом действует на пространстве орбиты. Множество вещественных точек слайса по отношению к группе вещественных точек тора. Ну, тоже она действует, грубо говоря, на все. Здесь, и здесь, и здесь, на факторе соответственно. Вот. Но действие, по которому мы здесь факторизуем в теореме, это не совсем это действие. Вот. Его надо несколько подкрутить. Я сейчас не буду пояснять, как именно. Так что это действие как бы не очевидное, не тавтологическое. Вот. Теперь давайте я объясню, почему этот результат осмыслен, как нам кажется. Казалось бы, ну вот если так посмотреть, ну вот одно множество орбит, которые непонятно как устроены, которые мы хотим описать, мы описываем через другое множество орбит, которые тоже вроде как непонятно как устроены, и непонятно как его описывать. На самом деле все не так плохо. Вот орбиты вещественного тора на вещественных точках слайса, это вообще очень легко описать, как они устроены, чем они параметризуются. Я чуть позже на примере это покажу, а общий случай от примера не сильно отличается. Дима, я прошу прощения, можно? Да, Женя. А можно один уточняющий вопрос? Да, да. А вот эта точка X0, которая в срезе участвует, это какая-то специальная точка? Ну, она выбирается. Это базовая точка, которой я хочу как бы вот некий reference point, на который я хочу ссылаться, но она выбирается, ну, определенно, не совсем произвольно, конечно, но там исходя из неких естественных условий, которые, я думаю, по ходу делал Станкест, как именно ее надо выбирать. В принципе, эти срезы, они разные, да, бывают? Ну, конечно, да, конечно. Тут, на самом деле, надо понимать так, что все определено с точностью до сопряженности или действия группы естественного. То есть эти объекты, они как бы не единственные, но в каком-то смысле однозначно определены с точностью до естественных изоморфитов. Нет, я имею в виду, что нам не любой срез подойдет. Я правильно понимаю? Ну, да, да, конечно. То есть эта точка X0, базовая точка, она не любая. Тут, скорее, вопрос согласованности. Можно сказать, что точка любая, но тогда этот торте надо выбирать правильно, согласованно с этой точкой. Это вопрос, как объекты друг с другом сочетаются, скорее. Ятно. Хорошо. Так вот, я хочу сказать, что множество вот этих вот вещественных, вторических орбит на вещественных точках слайса, ее очень легко описать. А малая группа Вейли – это тоже объект, достаточно хорошо исследованный. Вот в теории сферических многообразий, в частности симметрических пространств, про него там много что известно. Так что вот с этой точки зрения нам кажется, что это все-таки некое упрощение существенное по отношению к исходной классификационной задачи. Ну и вот нам кажется, что это некий правильный путь, по крайней мере, для сферических многообразий, решать такого рода задачи о классификации орбит. Ну вот я как бы, главное в докладе, это чтобы был сформулирован основной результат. Вот я считаю, что я это выполнил, теперь можно немножко расслабиться и уже перейти к подробностям. Вот. Давайте я объясню, как этот результат получается и как он более точно формулируется, вот в тех двух ситуациях, которые я описал на предыдущем слайде, по-моему, да. Это, значит, симметрический случай и расщепимый случай. Начну с симметрического случая. Ну, здесь мы используем, собственно, первое, с чем мы начали, здесь мы используем такой совершенно стандартный инструмент для решения подобного рода классификационных задач, как когмологии ГЛУА. Я не подразумеваю, что слушатели с этим хорошо знакомы, поэтому я позволю себе дать такое краткое введение, очень краткое введение в когмологии ГЛУА, но над полем действительных чисел. Там все упрощается, опять же, потому что группа ГЛУА очень маленькая. Вот. И, значит, заодно, вот, Женя, отвечу на ваш вопрос, прокомментирую, как раз тут это уместно сделать. Значит, давайте, во-первых, заметим, что на наших многообразиях, на нашей группе, на нашем многообразии, на котором у нас есть вот вещественная структура, они определены над полем действительных чисел, группа ГЛУА, абсолютная группа ГЛУА поле действительных чисел, то есть фактически один элемент, нетривиальный, естественным образом действует на множестве комплексных точек. Но это действие называется операцией комплексного сопряжения. Если понимать наивно, вот как мы несколько слайдов назад формулировали, что наше многообразие или наша группа задаются полиномиальными уравнениями, полиномиальными неравенствами с вещественными коэффициентами, то тогда это комплексное сопряжение состоит просто в том, что надо взять все координаты точки и комплексно сопряжить. При этом все уравнения и все неравенства сохранятся, потому что коэффициент это вещественное, а в комплексном сопряжении тут ничего не изменится. Вот. Ну, еще такое тривиальное замечание, что точка является вещественной тогда и только тогда, когда она выдерживает операцию комплексного сопряжения. Вот. И на самом деле, фактически, эта операция комплексного сопряжения, заданная на комплексном алгебраическом многообразии, по сути, определяет вещественную структуру. То есть многообразие, определенное над полем действительных чисел, и комплексное алгебраическое многообразие, на котором задан такой антирегулярный инвалидивный автоморфизм, который можно назвать комплексным сопряжением. Ну, вот категории этих, эти две категории кьюален. Этот принцип называется спуском Галуа. Вот. И, как бы, мне удобнее будет разговаривать теперь уже не на координатном языке, а вот на языке комплексного многообразия вместе с операцией комплексного сопряжения. Теперь, Женя, вот отвечая на ваш вопрос, примеры нерасщепимых групп, но надо просто, например, на полной матричной группе задать операцию комплексного сопряжения нестандартным образом, как вот просто все матричные элементы заменяются на комплексные сопряженные, а неким другим образом. Например, можно матрицу G перевести в эрмитово-сопряженную и взять обратную, чтобы был групповой автоморфизм. Обратную к эрмитово-сопряженную. Тогда группа вещественных точек – это будет не вещественная полная линейная группа, а унитарная группа. И там нет расщепимых торов. Вот это вот пример анизотропной. То есть не то, что нерасщепимая, а как бы противоположная ситуация. Пример анизотропной линейной алгебраической группы. Наверное, самый простой пример – это просто нерасщепимый тор. Ну, самый простой – это нерасщепимый тор. Собственно, это частный случай. Ну, вернее, не частный случай, да. Одномерный нерасщепимый тор – это частный случай. А из одномерного прямым произведением строится не одномерный анизотропный тор. Так что, да, конечно, это самый простой случай. Ну, и поскольку я еще предполагаю, что у меня действие g на x определено над полем действительных чисел, то, разумеется, операция действия уважает комплексное сопряжение. Это означает, что есть вот такое вот равенство. Теперь что такое когомология ГЛУА? Значит, мы можем определить множество одинкоциклов со значениями в группе g. g. Ну, наверное, если так торжественно их полностью, титулатуру называть, то это одинкоцикл группы ГЛУА, абсолютная группа ГЛУА поле действительных чисел со значениями в группе g, в логгебраической группе g. Ну, для краткости мы будем говорить просто одинкоцикл группы g. Это множество комплексных точек группы g, которые обратно своим сопряжен. Ну, такие как бы унитарные в каком-то смысле элементы. На этом множестве одинкоциклов группа комплексных точек g, естественно, действует операцией такого вот скрученного сопряжения. То есть справа надо умножать на сопряженный к обратному. И классы когомологии, неабелевых когомологий первых, они же когомологии ГЛУА, первая когомология ГЛУА, это вот орбиты этого действия. Вот. То есть так появляется множество первых когомологий ГЛУА, он так определяется на поле действительных чисел. И я сразу предупрежу, что это не группа, в отличие от привычных в теории когомологии, когда у нас когомологии имеют некий там, ну, либо группа, либо там пучок, ну, что-то такое, на чем есть групповой закон. Вот. Это, вообще говоря, не группа. В неабелевом случае, если группа же неабелева, это множество не является группой, но оно является множеством с отмеченной точкой. Отмеченная точка – это класс когомологии тривиального к-цикла, а С равно одному. Вот. И поскольку когомологии ГЛУА являются множественными с отмеченной точкой, то все стандартные определения, там, ядра, образы, точные последовательности, можно более-менее дословно сформулировать для этих объектов. И вот, собственно, для нашей задачи, которую мы рассматриваем, важна такая вот точная последовательность, пятичленная, которая состоит из, значит, множества вещественных точек действующей группы, стабилизатора и однородного пространства, а также когомологии ГЛУА, стабилизатора и самой группы. Вещественные точки, их иногда называют нулевыми когомологиями ГЛУА, но мы не будем использовать эту терминологию. При такой терминологии становится понятно, почему это действительно кусок точной гомологической последовательности. Так вот, в этой последовательности все отображения более-менее понятны. Там вот эта стрелка и вот эта стрелка, они просто индуцированы вложениями H и G. Стрелка, на которой я сейчас показываю, это орбитное отображение. Вот у нас есть базовая точка X0, которую мы можем считать вещественной, и мы просто действуем на нее группой G от R, получаем, там элемент G переходит в точку X, равную GX0. Это орбитное отображение. Единственное, что стоит пояснить, это вот эта средняя стрелочка, как мы отображаемся из вещественных точек XA в первой когомологии ГЛУА стабилизатора. Значит, если X маленькая, как эта вещественная точка, она получается из базовой точки действием некоторого элемента группы G, G маленькая. Но этот элемент вообще не обязан быть веществом, он может быть комплексным. Однако, поскольку точка вещественна, легко понять, воспользовавшись формулой, которая написана выше, легко понять, что такое произведение, G с чертой в минус первой степени на G, будет элементом по группе H. И более того, это не просто элемент, это будет коцикл. И более того, это будет не просто коцикл, а если мы его будем рассматривать как коцикл в G, это будет даже по границе. Поэтому мы попадаем из вот этого отображения, оно бьет из множества вещественных точек X, значит, множество тех коциклов группы H, которые являются по границам в группе G. Но это, собственно, показывает точность в этом члене, в частности, это рассуждение. То есть получается, что такое отображение есть только если действует транзитивно, да? Ну, вот такое, как я написал, конечно, да. Да, это именно для однородного пространства. И более того, еще несложно проверить, что слои этого отображения являются в точности орбитами для действия вот этой вот вещественной группы G от R на множество вещественных точек X от R. Значит, слои – это орбиты, значит, образ отождествляется с множеством орбит, а с другой стороны, этот образ отождествляется с ядром следующего отображения в силу точности. То есть мы получаем ответ на нашу классификационную задачу, что интересующее нас множество орбит находится во взаимно однозначном соответствии с ядром отображения когомологии Галуа из стабилизаторов группы. И это как бы совершенно общий ответ. Здесь совершенно не важно, что у вас там группа редуктивная, многообразие, сферическая, ничего, это совершенно не важно. Это совершенно общий ответ для любых однородных пространств алгебрологических групп. Ну и на самом деле даже можно в терминах абстрактной теории группы это формулировать, как, скажем, в книжке Серра когомологии Галуа рассматривается. Совершенно общее утверждение. Оно, в общем, несложное. В принципе, даже любой заинтересованный слушатель может просто посидеть, подумать над определениями и все это вывести в качестве упражнения. Здесь нет никакой большой науки. Но ответ настолько общий, насколько и не то, что бесполезный, а практически неприменимый. Потому что как описывать это ядро? Надо иметь какое-то хорошее представление о том, как устроены эти объекты. Извините, а я правильно понимаю, что множество вот один коциклов H – это просто как пересечение H с один коцикл не в G, да? Это верно? Нет, конечно, да, конечно. Потому что условие, его неважно нефтантировать, там ваш или в G. Но вот условие когомологичности, оно зависит от того, какой группой вы действуете. И оно будет разным. То есть вот это отображение, оно не объективно никоим образом. Когомологичность зависит от того, внутри какой группы вы рассматриваете эти коциклы. То есть как бы речь о ситуации, когда при помощи G можно перевести в единичество, а при помощи H – совершенно верно. Тут ровно такая ситуация возникает. Нетривиальная, когда эта картина нетривиальная. — Есть какой-нибудь способ канонически продолжить эту последовательность? — Ну, смотря в какой ситуации. Вообще, я скажу честно, вот я небольшой специалист именно в когомологиях ГЛОА. Я их знаю на уровне книжки Сэра более-менее, да? Ну, там чуть дальше. И для тех приложений, которые я рассматриваю, мне это вполне достаточно. Есть, кажется, определение, еще во времена Сэра там люди предлагали, определение высших когомологий ГЛОА. Но я вот честно скажу, что я в этом не копался и не знаю. Наверняка есть специалисты, может быть, даже среди присутствующих здесь, которые могут дать более точное пояснение. — Ну, то есть, например, вот хотя бы еще один член, то есть вот следующий напрашивается написать H1. — Ну, я могу сказать, следующий член, вот если, например, H – это нормальная подгруппа, тогда X – это группа тоже, да? Тогда можно написать следующий член. — И это будет как раз H1, R, X, да? — Это будет H1, R, X. А если H – это центральная подгруппа, тогда можно еще H2 написать. Но это в книжке Сэра написано. Кто такими вещами интересуется, можно там посмотреть. А дальше я заходить не хочу. — Спасибо. — Собственно, возвращаясь к вот этому изоморфизму, вот этой биекции, для того, чтобы пользоваться ей, нужно уметь описывать первые когомологии ГЛУА стабилизатора, действующие группы, а также вот как одно в другое отображается. Нужно иметь хороший, так сказать, контроль над всеми этими объектами. И, по счастью, в случае симметрических пространств это все возможно. Так что теперь я перехожу к симметрическому случаю. Напомню, что в этом случае у меня группа H, она, значит, является симметрической подгруппой, стабилизатор точки является симметрической подгруппой, то есть с точкой досвязанных компонент это группа неподвижных точек некой инволюции тета. И максимальный расщепимый тор, о котором я говорил пару слайдов назад, можно в этом случае выбрать специальным образом. Так что он разлагается в почти прямое произведение с конечным пересечением двух подторов Т0 и Т1, где Т0 лежит в стабилизаторе, а значит, на нем эта инволюция тета действует тривиально. А Т1 это максимальный из расщепимых подторов, на котором тета действует инверсией. Но иногда такие торы называют расщепимыми относительно инволюции тета. В каком-то смысле это близко к тому понятию расщепимости, которую я давал раньше. Значит, вот такая как бы структура, можно выбрать такой вот подтор. Давайте определим его скрученный нормализатор, я обозначаю N с индексом Х, как нормализатор относительно действия скрученными сопряжениями. Ну или по-другому можно сказать, что это те элементы из обычного нормализатора, нормализатора внутри подгруппы H. То есть мы рассматриваем, как элементы H действуют с сопряжениями на Т1. Берем нормализатор Т1 внутри H относительно обычных сопряжений в обычном смысле. И дополнительно накладываем условия, чтобы такое произведение N на обратное к сопряженному N лежало в этом самом подторе Т1. И тогда это в точности означает, что этот элемент N нормализует Т1 при действии скрученными сопряжениями. Вот, собственно говоря, вот это действие мы рассматриваем, как скрученный нормализатор действует на Т1, а нас на самом деле интересует только та часть Т1, которая лежит в подгруппе H. Я напомню, что хотя тор Т1 в каком-то смысле трансверсален H, потому что там инволюция действует инверсией, а на H инволюция действует тождественно, как на симметрической подгруппе. Но, тем не менее, здесь возможно конечное пересечение. Пересечение состоит из элементов второго порядка, которые совпадают со своим обратным. Вот, то есть это такая вот элементарная Абелева два группа конечная, на которую этот скрученный нормализатор тоже действует, поскольку сохраняет каждый из пересекаемых групп. Вот, и поскольку это пересечение состоит из элементов второго порядка, они в расщепимом торе будут вещественными элементами, то есть вещественные элементы второго порядка, легко видеть, что это множество лежит в множестве кациклов, а также оно лежит в H по построению, значит лежит в множестве кациклов группы H. И вот оказывается, что эти элементы являются представителями классов когомологии, по крайней мере тех классов когомологии, которые нас интересуют. Вот, имеет место следующее предложение. Ядро отображения когомологии ГЛОА из стабилизаторов в группу, которая возникала у нас на предыдущем слайде, элемент, оно объективно соответствует пространству орбит скрученного нормализатора на вот этом вот, на этой конечной группе T1, пересеченной SH. И соответствие здесь не какое-то таинственное, совершенно очевидное, просто каждый класс когомологии из этого ядра имеет представителя вот здесь, и два класса когомологичны тогда и только тогда, когда эти представители отличаются действием элемента из скрученного нормализатора. То есть, это предложение, оно по духу примерно тоже, ну, аналогично по духу утверждению, скажем, о том, что в компактной группе Ли классы сопряженности пересекают фиксированный максимальный тор по орбитам группы Ви. Вот, это примерно утверждение в том же духе. И доказывается оно примерно, ну, как не примерно так же, но, в общем, с помощью похожих идей. Вот, так что возникает вот такое описание. Ну, а дальше надо вот это описание перевести на геометрический язык, поскольку мы хотим не какие-то классы когомологии рассматривать, а хотим вот как бы представители вещественных орбит. Тут надо вспомнить то, что у нас было на предыдущем слайде, как классы когомологии соответствуют вещественным орбитам. Ну, я не буду возвращаться на предыдущий слайд, я просто скажу, что в данном случае надо посмотреть. Вот, если у вас есть какой-то элемент S из этого пересечения T1 с H, вы можете рассмотреть элемент расщепимого тора T1, который связан с S вот такой вот формулой. То есть S получается как T с чертой в минус первой на T. Я напомню, что вот похожая формула у нас была при определении отображения из вещественных точек XA в первой когомологии голова стабилизатора. Вот, собственно, ровно поэтому она здесь и возникает. Вот этот элемент T, он определён, конечно, неоднозначно, но он определён однозначно с точностью до умножения на вещественный элемент группы T1 от R. Вот. И соответствующая точка X маленькая, которая получается из базовой точки применением этого элемента T, она тоже определена, естественно, неоднозначно, а с точностью до действия вот этой вещественной группы T1 от R. Она как раз является представителем той орбиты, которая соответствует классу когомологии S. Ну а если мы класс когомологии элемента S заменим на скрученно-сопряжённый с помощью какого-то элемента из скрученного нормализатора, то что изменится? Как изменится этот элемент T? Он изменится вот таким вот образом. Он сопряжётся в обычном смысле. И, кроме того, домножится на некоторый сдвигающий элемент, который я обозначил T от N, который строится из произведения N на N, сопряжённое в минус 1, по тому же принципу, по которому T строился из S. Он тоже определён неоднозначно, но однозначно с точностью до вещественного сдвига. И соответствующая вещественная точка в слайсе будет выглядеть вот таким вот образом. То есть, если мы вот этим элементом подействуем на точку X0, ну, N лежит в стабилизаторе, поэтому N в минус 1 пропадёт, T подействовать получится X, значит, останется на X подействовать N и вот этим сдвигом. Вот. Ну и вот таким образом получается, что действие скрученного нормализатора на вот такие вот специфические к-циклы, лежащие в этом пересечении, геометрички соответствуют действию этого же самого скрученного нормализатора не то, чтобы на множестве вещественных точек слайса, а скорее на множестве вещественных орбит Тора-Т или Тора-Т1, это неважно, поскольку T0 действует тривиально, на этих вещественных точках слайса. Потому что, ещё раз повторю, то, что мы получили, вот эта точка, она неоднозначна с точностью до вещественного сдвига. Ну и вот как итог мы получаем такую теоретку. Значит, во-первых, действие, описанное мной только что, действие скрученного нормализатора на вещественных орбитах слайса, на вещественных Торических орбитах слайса, который задаётся вот этой формулой, на точках это определённо некорректно, а на орбитах определённо корректно. Факторизуется через вот эту малую группу вея. Ну, малая группа вея – это надо, значит, нормализатор профакторизовать по тому, что действует тривиально, короче говоря. Примерно как обычная группа вея определяется как фактор нормализатора Тора по его централизатору. Значит, факторизуется через действие этой самой малой группы вея. Ну и как результат применения этого общего принципа из гомологии Галуа мы получаем, что интересующее нас множество вещественных орбит, которые по общему принципу объективно соответствуют вот этому ядру, изоморфно, ну, можно сказать, находятся в взаимно однозначном соответствии с множеством орбит скрученного нормализатора на множестве вещественных таллических орбит слайса. Ну, а здесь неважно, почему факторизовать – по нормализатору или по той группе, которая действует эффективно, то есть по малой группе вея. То есть получается вот тот результат, который я формулировал как основную теорему, но вот уже более точно, более конкретно. То, что получается в симметрическом случае. Может быть, есть какие-то вопросы? Я бы на самом деле, вот у меня тут есть ссылка на пример, но я бы, может быть, хотел, если нет особо острого желания, этот пример пропустить, потому что на самом деле этот подход через гомологию Галуа, с которого мы начали, но он нам самим как бы не очень нравится. Он такой немножко схоластический такой, его трудно проследить геометрически, что происходит. Кроме того, этот подход требует, как я уже говорил, хорошего понимания о том, как устроены вот эти объекты. Первое – это гомология Галуа стабилизатора, всей группы, это еще ладно, это куда ни шло, главное – стабилизатор. И вот это отображение. То есть он требует некой структурной теории, короче говоря, некой структурной теории группы G и вложенной в нее подгруппы H. Для симметрических подгрупп такая структурная теория есть, а в случае произвольного сферического однородного пространства такой структурной теории, к сожалению, нет. То есть сферические подгруппы, они на самом деле, конечно, классифицированы уже к настоящему моменту, но они классифицированы, то есть наиболее как бы компактный способ сформулировать классификацию, он основан на других принципах. Есть некие комбинаторные данные, которые связаны с геометрией сферического пространства, вот с помощью которых эти сферические пространства классифицируются. А то, как устроены стабилизаторы точек на них, то есть сферические подгруппы, ну, в каждом конкретном случае можно разобраться, но какого-то общего удовлетворительного описания нет, и поэтому, если мы хотим иметь какой-то общий красивый ответ, то этим путем идти затруднение. То есть вы хотите сказать, что от примера легче не станет, да? Что вы говорите? Вы хотите сказать, что от примера понятнее не станет? Нет, от примера станет понятно, как мы здесь действуем, но, ну, хорошо, ладно, давайте, давайте я перейду к примеру. Раз мне разрешили говорить до шести, то я чувствую себя свободным. Вот, значит, давайте я рассмотрю все тот же свой любимый пример квадратичной формы, да, пространство невыраженных квадратичных форм. Вот, значит, здесь я в качестве базового стабилизатора у меня, как я раньше выбрал, это вот псевдоортогональная группа, в качестве базовой точки я беру вот такую вот квадратичную форму Q0, которая здесь написана. Ну, и вот те объекты, которые я определил на предыдущем слайде, вот что такое T1? Это максимальный расщепимый подтор, на котором инволюция θ действует инверсией. А инволюция θ здесь определяется как взятие транспонированной к обратной, и потом еще сопрячь надо с матрицей этой квадратичной формы. Ну, если мы действуем на диагональном торе, то там транспонирование можно не брать, сопрягать с этой матрицей тоже незачем, она диагональная, то есть там θ действует как инверсия на диагональном торе, поэтому в данном случае T1 – это просто весь диагональный тор. А его пересечение со стабилизатором, то есть псевдоортогональной группы – это вот такая вот конечная аберриогруппа, состоящая из матриц диагональных с плюс-минус-единичками. Когда матрица одновременно диагональная и псевдоортогональная, вот только в этом случае. Как устроен скрученный нормализатор? Ну, здесь некое вычисление, конечно, но несложно понять, что скрученный нормализатор устроен так. Он порожден как группа следующими вещами. Во-первых, надо взять вот это пересечение, то есть диагональная матрица с плюс-минус-единичками. А кроме того, элементы N-ыжиты, которые являются представителями корневых отражений. Это же у нас как бы в группу Вели отображается, этого тора Т. Вот эти N-ыжиты являются представителями корневых отражений, но не любыми, а нужно, чтобы они лежали в скрученном нормализаторе. И условия такие, что вот N-ыжита, оно, каждый вектор стандартного базиса N-мерного пространства, он оставляет на месте, кроме этого ижитого. А на линейной оболочке этого ижитого вектора действует вот либо такой матрица, либо такой. Зависит от того, лежат ли и ижи по одну сторону от Т или по разной. Я напомню, что условие состоит в том, что элемент N-ыжиты должен быть обратен своему сопряженному. Это здесь выполнено и в том, и в другом случае. А кроме того, он должен быть псевдоотогональен. Когда у нас на этом пространстве ограничение квадратичной формы является гиперболической формой, тогда вот этот элемент не будет псевдоотогональным, а этот будет. Значит, элементы, которые я обозначал T от N, но они выглядят так в данном случае. Значит, если у нас первая ситуация, T от N-ыжита, если у нас первая ситуация, то это будет просто единичный элемент, но опять-таки с точностью до сдвига на вещественный элемент этого Тора. Они определены неоднозначные. Это будет просто единичный элемент, а в случае, когда N-ыжитая соответствует на такой матрице, это будет элемент вот такая диагональная матрица, где всюду единички, а на ежитом местах стоит мнимая единица. Да, я надеюсь, что жирная и нежирная, и в общем, их можно различить. Значит, ну а подгруппа T1, пересеченный SH, которая тоже лежит в кучном нормализаторе, там всегда можно взять в качестве T от N единичку. Теперь что такое слайс? Ну, слайс – это орбита этой базовой точки под действием Тора T, и она состоит, конечно же, из графичных форм в каноническом виде, то есть сумма квадратов, координат с какими-то коэффициентами, на которых Тор действует с заменами переменных, если правильно написать, то это будет деление коэффициентов на квадраты диагональных элементов матрицы, элементы из Тора. Соответственно, когда мы действуем скручивым нормализатором, так, как я объяснял на предыдущем слайде, то есть надо подействовать в обычном смысле, как элементом группы G на квадратичную форму из Z, а потом еще дополнительно сдвинуть на вот этот элемент Тора. Ну, несложное вычисление показывает, что во всех случаях получается действие просто перестановками двух коэффициентов, то есть ЦИТа и ЖИТа меняется на пару ЦИТа и ЦИТа. Значит, нас интересуют вещественные торические орбиты в этом слайсе. Если посмотреть на формулу, как действует Тор и считать, что все элементы вещественные, то понятно, что мы эти ЦИТа, коэффициенты, можем изменить как угодно, разве что не можем изменить их знаки. Над комплексным полем мы все что угодно можем поменять, просто сделать все ЦИТа равными единицам, а над вещественным полем знаки мы менять не можем. И поэтому множество этих самых орбит, Торических орбит на вещественных точках слайса, параметризуются наборами знаков. Плюс-минус, плюс-минус, n штук. А поскольку элементы скрученного нормализатора, соответственно, корневым отражением действуют перестановками коэффициентов, то на этих наборах из плюс-минусов они действуют перестановками. То есть на самом деле малая группа веяля в данном случае это просто полная симметрическая группа, и она действует на множество таких наборов перестановками. А орбиты, естественно, параметризуются количествами плюсов и минусов. То есть мы можем путем перестановки все плюсы загнать в начало, все минусы в конец. И это уже будет представитель орбиты однозначно определенный, так и канонический. То есть мы получаем закон инерции. Знакомый нам закон инерции, что орбиты на квадратичных формах, вещественные орбиты параметризуются такими вот сигнатурами. Какой положительный индекс инерции, какой отрицательный. Ну вот теперь я, наверное, еще раз спрошу, если вопрос, и с симметрическим случаем покончим. Если вопросов нет, то давайте пойдем дальше. Все-таки нам лично, не знаю как, слушателям, более интересен расщепимый случай. Не потому что расщепимый так уж важен, а потому что в этом случае мы применяем другие методы, более геометрические, которые мы надеемся дальше обобщить. На нерасщепимый случай, может даже на другие поля. Значит, какая у нас тут стратегия в расщепимом случае? Ну, для расщепимой группы всегда можно выбрать подгруппу Борреля, содержащую данный расщепимый максимальный тор, T, который мы выбрали, которая тоже будет определена над полем действительных чисел. Например, для GLN, если вы берете со стандартной вещественной структурой расщепимой, если вы берете тор диагональных матриц, то Боррельевская подгруппа – это определенная над R, содержащая этот тор. Это, например, верхнедреугольная матрица. Значит, какая у нас тут ситуация? Рассмотрим наше комплексное однородное сферическое многообразие X, на котором действует расщепимая группа G. Я напомню, что мы отождествляем комплексное многообразие, определенное над полем действительных чисел, с множествами их комплексных точек, в которых действует операция комплексного сопряжения. Так что я буду писать X вместо X от C и дальше так, для краткости. В силу сферичности на этом однородном пространстве есть открытая плотная Боррельевская орбита, которую я обозначаю O максимально. Можно считать, что базовая точка лежит в этой Боррельевской орбите. Я более-менее пока что не говорил, как я базовую точку убираю. Пусть базовая точка берется из открытой орбиты. А вещественный локус, множество вещественных точек X – это такое вполне вещественное подмногообразие в комплексном многообразии X, которое разбивается на орбиты вещественной группы G от R. Их будет конечное число, это общий факт, значит, про вещественные орбиты в данной ситуации. Их будет конечное число, и они являются по отношению не к топологии Зорисского, а по отношению к классической Хуздорфовой топологии, которая есть на этом множестве, они являются открытыми, ну и, соответственно, замкнутыми, поскольку объединение дизъюнтное. Это не то, чтобы компоненты связности, поскольку G от R может быть не связаны, и, соответственно, орбиты тоже могут быть не связаны в Хуздорфовой топологии, но это объединение нескольких компонентов связности, вот этого вещественного многообразия X от R, вещественного аналитического многообразия X от R. Значит, эти орбиты открыты в классической топологии, но по Зорисскому они плотны. А раз они плотны по Зорисскому, значит, каждый из них пересекает открытую комплексную Боррелевскую орбиту. Если мы рассмотрим множество вещественных точек комплексной открытой Боррелевской орбиты, то оно тоже разбивается на орбиты для вещественной Боррелевской подгруппы. Эти орбиты могут быть меньше, чем вот эти пересечения. То есть, каждый из таких пересечений может разбиваться на несколько вещественных Боррелевских орбит. И, соответственно, чтобы решить нашу задачу классификации, надо ответить на два вопроса. Первый вопрос – как параметризовать вещественные Боррелевские орбиты на множестве вещественных точек открытой комплексной Боррелевской орбиты, вот этой О максимальной. Ну или что то же самое – это открытые в Хаусдорфовой топологии вещественные Боррелевские орбиты на X от R. Как их параметризовать – это первый вопрос. А второй вопрос – какие из них лежат в одной и той же G от R орбите, как их склеивать. Вот если мы на оба этих вопроса ответим, мы решим задачу классификации. Вот. Ну, на первый вопрос ответить легко. Для этого надо воспользоваться тем, что называется локальной структурой сферического однородного многообразия. На самом деле условие сферичности и однородности – оно не так уж важно, но в нашей ситуации результат формулируется проще. Значит, давайте мы рассмотрим параболическую подгруппу P, которая состоит из тех элементов группы, что сохраняют открытую Боррелевскую орбиту на месте. Это будет параболическая подгруппа, потому что она содержит саму Боррелевскую, конечно же. Вот. И у нее можно рассматривать разложение Леви, такое экономическое стандартное разложение Леви. ПУ – это унипатентный радикал, а Л – это подгруппа Леви, содержащая выбранный максимальный торт Т. Имеет место теорема, которую обычно называют теоремой локальной структуры. Она восходит Бриону, Луни и Вюсту, ну а через некоторое время там Кноп дал другое доказательство. И на самом деле вот подход Кнопа для нашей работы более существен, потому что он позволяет мне эти дополнительные вещи увидеть. Но в том, что я рассказываю, это никак не проявится. Мы этого не увидим. Так вот, теорема говорит о том, что по отношению к действию параболической подгруппы П, открытая Боррелевская орбита представляет собой эквариантное расслоение над фактором многообразиям П по Л с неким слоем Z, на котором действует вот эта самая Л. Учитывая разложение Леви, это однородное расслоение можно записать так же, как прямое произведение унипатентного радикала П на это самое многообразие Z. Которое, собственно, и будет нашим слайдсом, как вы понимаете. Вот. Как тут действует группа? Ну, группа П как тут действует на этом прямом произведении? Унипатентный радикал группы П действует просто с двигами на первом множителе. А подгруппа Леви она действует одновременно и на первом, и на втором множителе. На первом множителе она действует с сопряжениями, а на втором она действует так, как она действует в многообразии Х и на его подмногообразиях. Более того, это действие L на слайсе транзитивно, а коммутант, полупростая часть L, действует тривиально. То есть фактически действует только Тор. Z является орбитой базовой точки. Мы базовую точку можем выбрать в слайсе. Z является одной орбитой по отношению к действию Леви, но также и по отношению к действию Тора Т. Более того, все здесь можно выбрать определенным надполем действительных чисел. Ну, параболическое P будет определена автоматически надполем R. Значит, можно слайс выбрать определенным надполем действительных чисел, базовую точку и так далее. Так что для вещественных точек возникает такой изоморфизм, что значит вещественный локус комплексной Бореллевской орбиты O максимальная, он разлагается в прямое произведение, как многообразие, вещественных точек у непатентного радикала P на вещественные точки слайса. И я напомню, что наша цель понять, как устроены вещественные Бореллевские орбиты, вот здесь, орбиты группы B от R. Что мы можем сделать? Сперва мы можем избавиться от первого множителя. То есть подействовав элементом из унипатентного радикала, мы можем вот то, что здесь стоит, загнать в единицу. Чем остается действовать? Остается действовать на вещественных точках слайса вещественными точками Бореллевской в Леви, то есть в Эль. Ну а поскольку коммутант действует тривиально, то фактически остается действовать вещественными точками Тора. И мы получаем такое следствие, что множество вещественных Бореллевских орбит в вещественных точках открытой комплексной Бореллевской орбиты находится в объекции с множеством вещественных торических орбит на вещественных точках слайса. Вот это ответ на первый вопрос. А вот это множество, как я уже говорил, легко описать. Давайте я опять-таки на своем любимом примере это сделаю. В этом случае, в случае пространства квадратичных форм невырожденных и действующей группы ЖЛН, открытая Бореллевская орбита – это просто те квадратичные формы, у которых матрицы имеют ненулевые верхние левые угловые миноры. Параболическая подгруппа П совпадает в данном случае с Бореллевской, это верхние треугольные матрицы. Унипатентный радикал – это верхние унитреугольные матрицы. Леви совпадает с Тором – это диагональные матрицы. А утверждение теоремы о локальной структуре, то есть то, что действием унипатентного радикала можно загнать любую точку из этой открытой орбиты в однозначно определенную точку слайса. Это на самом деле процесс организации Грамма-Шмидта. То, что любую квадратичную форму с ненулевыми верхними левыми угловыми минорами можно верхней унитреугольной заменой переменных превратить в сумму квадратов с какими-то коэффициентами. Это в точке процесса организации. Дима, я прошу прощения, а точка Х0 здесь – это любая точка из ОМАКС, да? Ну, да. Лучше брать из слайса. В качестве точки Х0 лучше брать любую точку вот такого вида. Можно, например, одну из тех канонических форм, которые я раньше брал. Пока что никак дальше ее специализировать не надо. А в этой ситуации срезов вообще сколько и чем они параметризуются? Не, ну это опять же, как сказать. Вот если вы все это сопряжете, допустим, да? Там Боррелевскую сопряжете, Тор сопряжете, там, подходящим вещественным элементам, то все у вас сдвинется. Не-не-не, если не сопрягать, если вот оставить как есть. Если не сопрягать, ну, параметризуется… На самом деле, это вопрос немножко тонкий. Это как определять этот слайд? Я тут немножко там пропускаю технические детали. В общем случае будет некое такое континуальное семейство параметров, ну, неким маленьким векторным пространством, условно говоря. Вот. Но бывает так, что он ровно один. Вот если я там дополнительные условия на конструкцию наложу, которые на самом деле реально нужны в процессе доказательств и так далее, то на самом деле он будет ровно один. Бывает так. А бывает, что не один. Вот. Ну, опять-таки, тут единственность, она, в общем, совершенно не нужна. Тут важно, что все в каком-то смысле изоморвано друг к другу. С точки зрения, с точки зрения, с точки зрения сдвига. Вот так вот. Значит, теперь давайте посмотрим на то, как устроены орбиты. Собственно, мы уже это видели. Да, я не планировал показывать тот пример для симметрического случая. Планировал объяснить на этом примере. Но мы уже видели, что орбиты для действия Тора на слайсе, вещественного Тора на вещественной точке слайса, параметризуются наборами знаков. Наборами знаков вот этих коэффициентов. И, на самом деле, в общем случае ситуация абсолютно такая же. То есть, вот это множество орбит, Т от Р орбит на З от Р, оно параметризуется наборами знаков плюс-минус. То есть, их там всегда два в какой-то степени. И можно устроить такую параметризацию. Но это связано с тем, как вкладывается одна решетка характера в другую решетку характера. Какие там элементарные делители у факторов групп этих решеток. Это действительно легкое упражнение. Опять же, тут не надо никакой науки знать. Надо знать, как устроены алгебраические Торы. И легкое упражнение состоит в том, чтобы понять, как такая параметризация получается. Это как бы вот я хочу подчеркнуть, что это простой объект. И к этому простому объекту сводится описание вот вещественных открытых баррельевских орбит. А вот более содержательная часть – это как их склеивать. Когда две вещественные баррельевские орбиты лежат в одной вещественной G-орбите. Вот это более содержательно. И тут нам понадобится… Тут у нас такой подход. Мы рассматриваем на множестве вещественных баррельевских орбит некие преобразования инвалютивные, которые мы называем операторами отражения. Они соответствуют простым корням действующей группы G. Вначале я объясню, как эти операторы отражений определяются в комплексном случае. А потом расскажу, как это не мы сделали в комплексном случае. Это конструкция кнопок. А потом расскажу, как мы это переносим на вещественные случаи. Что такое операторы отражений? Давайте возьмем произвольный простой корень альфа нашей группы G и рассмотрим соответствующую ему минимальную параболическую подгруппу, содержащую нашу баррельевскую. Если у нас есть произвольная баррельевская орбита Ома, мы можем ее размазать действием минимальной параболической P альфа. И тогда мы уже получим одну орбиту для P альфа, но несколько, вообще говоря, орбит для B. Ну, конечное число, на самом деле. И мы хотим понять, прежде всего, как они устроены, как они друг относительно друга расположены. Как они там, когда одна лежит в замыкании другой, допустим, какие у них размерности, коразмерности. Ну, то есть диаметрию взаимного расположения B орбит внутри одной P альфа орбиты. Но это делается так. Вместо того, чтобы рассматривать действие подгруппы B на P альфа орбите, мы рассматриваем действие такой вот удвоенной группы, ну, удвоенной, конечно, прямого произведения группы B на стабилизатор этой орбиты на самой группе P альфа, где первое множество действует слева, а второе множество действует справа. Или же можно рассматривать третье действие, действие этого стабилизатора на однородном пространстве P альфа по Боррелевски. Вот на самом деле конфигурация орбит для этих трех действий одна и та же. Есть естественная объекция между орбитами этого действия, этого действия и этого действия, которая уважает те характеристики, что нас интересует. Уважают, например, примыкание орбит, когда одна орбита лежит в замыкании другой, уважают коразмерности, размерности орбит, конечно, уважают, коразмерности уважают. А вот это третье действие, его исследуют довольно просто, потому что однородная пространство P альфа по B это проективная прямая, комплексная проективная прямая. Ну и, соответственно, вот эта группа P альфа и Х действует какими-то автоморфизмами этой комплексной проективной прямой. И все упирается в то, как выглядит образ этой группы в группе PGL2, в группе автоморфизма в проективной прямой. Возможно, несколько случаев. Вот мы их обозначаем такими вот лейблами P, U, T и N. Значит, случай P самый простой, когда этот образ, ну, с точностью до сопряженности, разумеется, хотя в данном случае просто, есть вся группа PGL2. Тогда орбита, естественно, одна. Вот этот кружок, он изображает комплексную проективную прямую или, если хотите, сферу Риммана. Можно считать, что это сфера Риммана. Ну и вот я выделил некоторые характерные точки на этой сфере. Ноль, бесконечность, единица, минус единица. Это как бы конечные точки, да, на комплексной плоскости. Это бесконечно удаленная. Вот. Но орбита в данном случае одна. Второй случай U, когда этот образ, действующая группа QX является треугольной группой. Живет между всеми треугольными и унитреугольными матрицами. Тогда орбит две. На проективной прямой эти орбиты есть бесконечная удаленная точка, неподвижная точка и все остальное. То есть есть две орбиты, одна открытая, другая замкнутая. Замкнутая содержится в замыкании открытой. В случае T, когда действующая группа это специальная ортогональная группа, но я написал SO1,1, хотя над комплексным полем это не важно. Можно было взять SO2, то же самое. Вот. И тут орбит 3. Есть, значит, на проективной прямой, на сфере Риммана, есть открытый орбит, есть две неподвижных точки. Вот. Если SO1,1 в стандартной матричной реализации, то эти неподвижные точки это 1 и минус 1 как раз. То есть картинки соответствуют. Но это, конечно, не важно. Это все с точки до замены координат. И последний случай N, когда это полная ортогональная группа, тогда у нас орбит 2. Есть одна открытая и одна замкнутая. Вот эти две точки объединяются в одну орбиту. В этом случае группа PO1,1 их переставляет. Вот. Ну и, соответственно, аналогично выглядит конфигурация орбит, вот Боррелевских орбит в P-альфа орбите. Силу объекции, о которой я сказал выше. Значит, Кноп определил действия на Боррелевских орбитах операторов отражений. Вот S-альфа, соответствующих простым корням, вот по схеме, которую я изобразил. То есть там, где стрелочка нарисована, соответствующие орбиты переставляются действием оператора отражения. А там, где стрелочка не нарисована, остальные орбиты остаются на месте. Так что я рисую действия только в нейтривиальных случаях. Здесь, допустим, замкнутые орбиты переставляются с открытой в случае U, а в случае T две замкнутые орбиты переставляются между собой. Все остальные орбиты остаются на месте во всех случаях. И Кноп доказал в своей работе 1995 года, что вот эти операторы отражений определяют действия группы Вейля на множестве Боррелевских орбит, наше многообразие X, которое я буду обозначать звездочками в дальнейшем. То есть, грубо говоря, что эти операторы отражения удовлетворяют определяющим соотношением группы Вейля. Инволютивные они по построению, надо проверить соотношение кос. Вот они выполняются, и получается действие группы Вейля. Это то, что в комплексном случае. Теперь, что делаем мы? Мы все это переносим на поле действительных чисел. То есть мы рассматриваем вещественные орбиты, вещественные группы, вещественные точки. У нас все вещественное. Начало точно такое же. Мы рассматриваем какую-нибудь вещественную Боррелевскую орбиту, размазываем ее с помощью минимальной параболической, с помощью вещественных точек минимальной параболической, получаем несколько вещественных Боррелевских орбит и пытаемся понять, как они друг относительно расположены. Проще понять, как расположены орбиты для действия вот этой группы. Я беру стабилизатор точки и действую на вещественной проективной прямой. Я прошу прощения, можно сейчас вопрос по предыдущему слайду? Вот вы объяснили про последнее действие, то есть получается, что орбит всегда очень мало, да? Нет, орбит мало, когда мы внутри одной вот этой P-альфа орбиты находимся. Но этих P-альфа орбит-то много. И потом, значит, все их как бы нужно все вместе брать, да? Конечно, конечно, да. Они все переплетаются, да. Это нетривиально, то, что соотношения КОС выполняются. Более того, на самом деле метод Кнопа, он основан не на том, что соотношения КОС проверяются вручную, а просто, ну, в общем-то, более концептуальное рассуждение. Так вот, значит, возвращаясь к вещественному полю, надо понять, как устроены орбиты действия вот этой вот подгруппы автоморфизма в проективной прямой, уже вещественной, на самой этой проективной прямой. И вот те комплексные случаи, которые у нас были, они иногда расщепляются на вещественные подслучаи. Для случаев P и N расщепление не происходит. Картина такая же, как в комплексном случае. А для случаев, не P и N, а P и U. А для случаев T и N происходит расщепление на три возможных подслучаи. Зависит от того, какова будет вот эта действующая группа. Вот. Ну, картина тут такая. Вот T0 и N0, эти подслучаи, там картина аналогичная случаю P. А T1 и N1 аналогичны случаям T. Я вернусь на предыдущий слайд. Значит, здесь вы видите, что случай P – это одна орбита, случай T – это у нас три орбиты, одна открытая, две замкнутых, а случай N – это одна открытая, одна замкнутая. Вот. Значит, а вот случаи T2 и N2, они интереснее. Это когда у нас действующая группа, это либо PSO1-1 вещественная, либо PO1-1 вещественная. Вот. А тут у нас открытых орбит две получается. Как бы вот это вот замкнутые орбиты, они выглядят так же, как и раньше в случаях T и N. А открытые орбиты тут две. То есть, открытые орбиты разбиваются как бы вот… Дополнение до замкнутых орбит разбивается на две половинки. Вот. Две такие полуокружности. И, естественно, определить операторы отражения для вещественного случая так, чтобы они переставляли эти две открытые орбиты. А в остальном по кнопкам, чтобы было согласовано с комплексным случаем. Вот. Тут надо заметить, что эти вот операторы отражения, которые мы сейчас определили, они уже, к сожалению, не всегда определяют действия группы Вейля на множестве всех вещественных боррелевских орбит. Есть контрпримеры. Вот. Но в некоторых случаях все-таки определяют. И вот я хочу рассказать, в каких. Тут, к сожалению, надо накладывать дополнительные технические условия. Вот наиболее противное то, что нам тут не нравится. Это что есть некие технические условия, страшно выглядящие и там не всегда хорошо проверяемые. Но мы рассчитываем, что это просто издержки как бы того, что мы не вполне закончили тут работу. Надо немножко подправить, и тогда все будет хорошо. Вот. Значит, ну вот предположим, что выполнено такое вот условие, которое я обозначил тинжалом, что сейчас я расшифрую, значит. То есть мы берем комплексную боррелевскую орбиту, открытую, О максимальная, действуем на нее каким-то элементом группы Вейля, получаем по кнопку, получаем какую-то другую боррелевскую орбиту комплексную, уже не максимальную вообще говоря, а какую-то другую, и внутри нее берем вещественную боррелевскую орбиту. Вот если для всех таких орбит, для всех таких орбит О, случай Т2 никогда не случается, покажу случай Т2, То есть O не живет в паре с другой открытой орбитой внутри P-альфа орбиты. Если вот этот случай запрещен, то тогда действительно операторы отражений определяют действие полной группы Вейля на всех вещественных баррельских орбитах, которые лежат в таких комплексах. То есть не на всех вещественных баррельских орбитах, а только на вот таких. Но в частности сюда включаются все открытые баррельские орбиты, которые нас интересуют в задаче классификации. Это действие согласовано, ну просто по построению более-менее, согласовано с действием Кнопа над полем комплексных чисел. Ну я не уверен, что я сейчас буду, может быть, если там в конце будет пожелание, я скажу что-нибудь про доказательства. Но сейчас я хотел бы все-таки закончить основную часть. Давайте я еще замечу, что Кноп в своей работе той же 1995 года выяснил, как для определенного им действия устроен стабилизатор группы Вейля, стабилизатор открытой комплексной баррельской орбиты. Он является полупрямым произведением группы Вейля. Я хотел спросить, а если это не дубль В, то что? Кто действует? Видимо, это надо как-то решить. Какая группа должна действовать, да? Ну смотрите, так можно формально сказать, что вот у вас есть вот эти порождающие операторы отражения, и они удаляются каким-то соотношением, да? Значит, частично выполнены соотношения группы Вейля. Квадрат любого такого оператора равен единице. А вот соотношения КОС могут быть невыполнены, надо их как-то ослаблять. То есть это некое расширение группы Вейля получается. А что за расширение? Ну вот это вопрос, мы пока не придумали конструкции. Наверное, надо как-то расширять группу Вейля, может быть, с помощью группы Галуа, может быть, там несколько копий группы Галуа. Примеры подсказывают, что что-то в таком духе должно быть. То есть в игру должна вступать как-то группа Галуа, видимо, здесь. Но как, мы пока не знаем. Ну, то есть примеры, когда она больше, они реально есть, да? Да, да. Примеры есть. Вот. Значит, продолжаю. Да, значит, вот эта теорема Кнопа описывает стабилизатор большой орбиты, открытой комплексной Боррелевской орбиты в группе Вейля. Как полупрямое произведение группы Вейля под группой Леви, которая у нас там возникала в этой параболической П, на ту самую малую группу Вейля, о которой я уже не раз упоминал. И поскольку подгруппа Леви на самом деле действует тривиально, вернее, подгруппа Вейля, вот эта группа Вейля под группой Леви, WL, действует тривиально на открытых Боррелевских орбитах, там всегда будет случай П, если разобраться, посмотреть на определение, то понятно, что там всегда будет случай П, то есть все орбиты неподвижны. То фактически, если нас интересуют не все орбиты, которые здесь я описал, а только открытые Боррелевские орбиты, то там действие сводится к действию малой группы Вейля. То есть, грубо говоря, в комплексном случае малая группа Вейля просто стабилизирует открытую Боррелевскую орбиту, а в вещественном случае открытых Боррелевских орбит много, и малая группа Вейля их как-то переставляет между собой. Значит, вот так определяется действие малой группы Вейля на открытых Боррелевских орбитах при этом неприятном ограничении. Если это ограничение нарушается, то иногда все равно можно определить действие малой группы Вейля, вернее, даже уже не малой группы Вейля, а еще меньшей группы, которую я, может быть, здесь уже достаточно бегло скажу. Значит, очень малая группа Вейля, вот мы ее называем, она определяется как подгруппа малой группы Вейля, порожденная некими специальными, специального вида простыми отражениями, соответствующими простым корням, которые являются одновременно сферическими корнями этого однородного пространства. Вот я не буду объяснять, что это значит. Я лишь скажу, что это значит, что нужно брать те корни альфа, те простые корни альфа, которые по отношению к открытой Боррелевской орбите комплексной попадают в случае Т и М. Вот это вот случаи, которые вот здесь вот у нас описаны. То есть О в данном случае должна быть открытой, О это О максимальная должна быть в данном случае. Если альфа удовлетворяет такой или такой картине для О максимального, то это вот как раз тот корень, который надо здесь рассматривать. И очень малая группа Вейля порождена вот такими вот простыми отражениями. Она является подгруппой в просто малой группе Вейля. И вот, значит, теорема говорит о том, что при еще одном дополнительном условии, которое, впрочем, выглядит уже гораздо проще, нужно, чтобы не существовало двух таких простых корней соседних на диаграмме Дынкина, одной длины, которые вот одновременно были бы сферическими. Значит, вот в этом случае очень малая группа Вейля тоже действует через операторы отражений на открытых Боррелевских орбитах. Вот. Ну, здесь доказательство такое неинтересное. Оно основано на редукции к случаю ранга 2 и просто проверке соотношений ПОС. Там есть некая классификация. В общем, тут нет концептуальности. Вот. Ну, а теперь можно завершить, значит, рассуждение. Я напомню, нас интересует, когда две открытых Боррелевских орбиты лежат в одной и той же вещественной ЖЭР. Поскольку группа ЖЭР расщепима, ее вещественные точки порождаются вещественными точками всех минимальных параболических. И тогда понятно, что, значит, две открытые Боррелевские орбиты лежат в одной и той же ЖЭР вещественной, тогда и только тогда, когда они соединены цепочками операторов отражений. То есть можно одну получить из другой, применяя вот эти операторы отражений, но соответствующие только тем простым корням, которые являются сферическими. Или удвоенные являются сферическими. Я объяснял, что это условие значит. Вот. И таким образом мы получаем, что в том случае, когда операторы отражений дают нам действия либо малой группы ВЕЛИ, либо очень малой группы ВЕЛИ при выполнении этих условий одного ИС, мы получаем такой критерий, что две открытые вещественные Боррелевские орбиты склеиваются тогда и только тогда, когда они лежат в одной орбите вот этой вот малой или очень малой группы ВЕЛИ. И как результат получаем ответ к интересующей нас задачке. То есть множество вещественных орбит на вещественных точках однородного многообразия находится в объекции с множеством орбит малой или очень малой группы ВЕЛИ на множестве вещественных Боррелевских орбит в вещественных точках большой открытой комплексной Боррелевской орбиты. А вот это множество, напомню, находится в объекции с множеством вещественных торических орбит на вещественных точках слайса. То есть фактически надо понять, как устроено вот это множество, это мы уже поняли, когда говорили про наборы знаков плюс-минус, и как на нем действует вот эта конечная группа. И тогда, собственно, получается классификация. Я правильно понимаю, это доказано при условии выполнения одного из двух ограничений? Скажем так, в такой формулировке это доказано при условии выполнения одного из этих двух условий. Но если в качестве вот этой группы W со звездочкой взять просто группу, порожденную всеми операторами отражений, допустим, соответствующих вот этим специально выбранным корням, просто как группа перестановок этого множества, порожденной операторами отражений, тогда это не всегда. Окей. Это как бы простая часть в каком-то смысле. Тут интересно же понять, как выглядит эта группа, да, потому что мало ли какая там группа перестановок получается, хочется понять ее структуру. Вот если мы знаем, что это за группа, тогда есть шанс описать множество. Она может быть бесконечной? Нет, бесконечной она быть не может, потому что само это множество конечно. А, ну нет, ну это не значит, что она не может бесконечной группой действовать. Нет, ну а зачем нам бесконечная группа тогда? Мы отфакторизуем поеду? Ну хорошо, нет, ну в этом смысле, да, ну хорошо, ладно. Тут, ну нет, ну на самом деле, конечно, можно поспекулировать на тему о том, что вдруг есть какое-то естественное определение этой группы. А, нет, ну в смысле, что она определяется как множество перестановок. Ну да, если она определяется группой перестановок, да, хорошо, да, тогда да, бесконечной быть не может. Да, может быть, можно определить из других соображений каким-то естественным образом, там, ну не знаю, может фантазировать по-разному. Тогда она может там теоретически оказаться и бесконечной, но действия там все равно в конечном множестве. Мы-то ожидаем все-таки, что это будет конечная группа. Может быть, действие еще неэффективно, но при правильном определении, что это должна быть конечная группа. Ну вот типа этих вот малых групп. Ну то есть вы вот говорили, что как бы вы надеетесь как-то это исправить? Да, да, мы надеемся расширить, но расширить мы все-таки хотим скорее за счет конечной группы. А, то есть как-то вот группу Голуа туда присобачить. То есть вы как бы надеетесь на какую-то формулировку, видя, что дубльная со звездочкой – это расширение группы Реля, группы Голуа, да? Совершенно верно, да. Хорошо. Совершенно верно. Вот. Ну вот я уже там сильно злоупотребил ваше время, значит, я закончу примером, опять же. Все тем же самым. Квадратичная форма. Значит, я напомню, что слайс – это множество квадратичных форм в каноническом виде. Значит, сферические корни здесь – это просто удвоенные простые корни. Я не объяснял, что это такое, но просто поверьте мне. Вот. Поэтому как бы все корневые отражения, простые отражения тут подходят. Вот. Минимальные параболические, как вы знаете, они выглядят вот таким вот образом на матричном языке. Вот этот блок стоит на ито и плюс первой строке, ито мы и плюс первом столбце, блок 2 на 2, да? Вот. А вот если вспомнить это вот самое рассмотрение случая в конфигурации баррельских орбит, вещественных, комплексных, в данном случае вещественных, там все зависело от того, какая у нас подгруппа берется в группе автоморфизма в проективной прямой. Вот. Для вот этого простого корня альфа-итова, если у нас коэффициенты квадратичной формы Q, C, C и плюс первая имеют один знак, то эта группа будет PO2, то есть компактная группа. И она на вещественной проективной прямой имеет одну орбиту, то есть это будет случай N0. В случае же, когда коэффициенты разных знаков, это будет псевдоортогональная группа PO1,1. И там будет две орбиты. Это будет как раз на проективной прямой. Это будет как раз случай N2. Ну, множество вещественных торических орбит на слайсе я уже раньше описывал. Как на нем действуют операторы отражения? Ну вот, согласно картинкам, которые я там показывал, в случае N0 эта единственная орбита остается на месте. В случае N2 две открытых орбиты переставляются между собой, внутри одной P-альфа-орбиты. И это соответствует просто перестановке вот этих коэффициентов C и C плюс 1. То есть, короче говоря, координаты X, X, X и плюс 1 меняются местами в этой патриотичной форме. В случае, когда одного знака коэффициента можно тоже делать такую перестановку, просто при этом ничего не меняется. Но зато получается общий ответ, что во всех случаях оператор ИТО-корневого отражения действует перестановкой ИТО и И плюс 1 позиции в таком наборе. То есть, малая группа веяля, она и с очень малой группой совпадает, и с большой группой веяля. Это будет просто группа перестановок, которая действует на этих наборах перестановками. Ну и, как вы уже видели, мы получаем из основной теоремы в этом случае закон Нерц. На этом мне, наверное, по-любому пора заканчивать. Я единственное покажу, что мы написали по этому поводу. Первая статья относится к симметрическому случаю. Она уже опубликована пару лет назад, даже больше. А вторая пока что в архиве, она была в 2019 году подана, вернее, отправлена в архив. Где, например, через годик мы там ее существенно поправили, но пока не опубликована. На этом, наверное, все. Спасибо за внимание. Извините за злоупотребление временем. Очень большое. Никакого злоупотребления не было. Какие-нибудь вопросы? А какие есть такие наглядные примеры, кроме квадратичной формы? Кроме вот этого? Ну, кроме квадратичной формы. Ну, на самом деле, как вам сказать? В принципе, вы можете взять там почти любое сферическое однородное пространство. Вот. Там, я не знаю, какие-нибудь там пары подпространств в симпликтическом пространстве, которые там, не знаю, может быть, пары лагранжевых подпространств, например, в симпликтическом пространстве. Или там пары максимальных изотропных в ортогональном пространстве. То есть тут как бы вопрос наглядности скорее, да? Так, если за наглядностью не гнаться, то можно брать любое сферическое однородное пространство. Есть классификация, есть разные списки. И там много где можно ввести вещественную структуру. В смысле? Ну, то есть я как бы имею в виду, может быть, есть ли какие-то случаи, в которых там задача, вот эту задачу классификации, орбит, удалось как бы найти какое-то явное описание? Решить, при том, что раньше она другими средствами решена не была. Ну, это правильный вопрос, конечно, да. Ну, как сказать? Конечно, вот какие-то классические наглядные примеры, которые в первую очередь приходят в голову. Вот то, что я, например, перечислил. Там, в общем-то, обычно получается, что можно обойтись, ну, так сказать, можно ручками сделать, да, никакой науки там не нужно. Ну, какие-то рассуждения из линейной... Понятно, что если у вас там какое-то пространство объектов линейной алгебры, не очень сложных, да, то, наверное, можно просто средствами линейной алгебры понять, да. Ну, да. Так что какого-то прямо вот такого, с одной стороны, содержательного, с другой стороны, наглядного примера, который нельзя было бы сделать иначе, я не знаю. Много. Но сферических многообразий много, как бы, очень много. И это все-таки некое общее описание. То есть мы скорее надеемся, что это может быть именно как... Ну, в каких-то теоретических рассмотрениях применяться, где используются, где рассматриваются вот такие объекты, как вещественные орбиты на множестве вещественных точек, скажем, в теории представлений, там, не знаю, в программе Лэнг-Лэнса. Есть люди, занимающиеся теорией представлений, которые интересуются вещественными сферическими однородными пространствами и, соответственно, вещественными орбитами на них. Может быть, это где-нибудь там пригодится. Мы пока такой задачи, честно говоря, не ставили перед собой. Нас просто заинтересовала сама вот эта установка. Вот я бы так пока ответил. Там посмотрим, что из этого будет. Ну, а просто взять какое-то историческое пространство и обсчитать его до конца, вы не пробовали? Нет, ну, конечно, пробовали. Просто я так понимаю, что вы спросили, можно ли в этом случае... Это я спросил, а не же. А, понятно. Нет, конечно, пробовали. Конечно, у нас есть примеры. Более того, вы можете заглянуть в этот архивный припринт, там эти примеры найдете. В том числе и не очень наглядные, кстати. Но действительно, собственно, примеры, они у нас пока скорее такие именно иллюстративные. В каждом из этих примеров, наверное, если очень постараться, можно разобраться руками. Но это некая общая теория, некая общая канва. Мне кажется, что с этих позиций она может быть интересна. И возможных теоретических применений. Есть люди, которые подобного рода вещами, кстати, интересуются вот над теоретическим полем. Там Секелоридис, например, люди, занимающиеся теорией представлений. То есть там такие вещи возникают. И вот, возможно, это найдет какие-то приложения в этой области. А важно, что у группы лабы-лабыли, да? Нет, ну, смотрите. Это у нас как бы начальный шаг. Мы это так и понимаем, как первый шаг. Значит, хочется, конечно, рассмотреть над более общим полем. И там, да, там группа ГУЛА будет, безусловно, должна будет играть более существенную роль. Она там уже, может быть, не Абелева, там проконечная, может быть, даже, я не знаю, как составить задачи можно по-разному. Но пока так. Пока мы нащупываем как бы правильные ответы, получаемых в каких-то простых случаях. Ну, хорошо, спасибо большое. Вопросов больше нету, да? Спасибо вам. Спасибо, очень интересно. Да, а Игорю я хочу, пользуясь случаем, напомнить, ну, время еще есть, что вы у нас выступаете на нашем семинаре. Я помню. Через какое-то время ждем от вас... Это еще через месяц. Ну, Эбстракт не через месяц. Нет, Эбстракт.